Субтитры сделал DimaTorzok Каждое утро и каждый вечер постятся котики, либо ваши домашние животные, там вообще очень лампово, мило и классно. Там как новости всякие публикуются, администраторы там иногда периодически пишут, но главное это животные. То есть ваши котики, собачки, черепашки, попугайчики, все они там есть и все они нам поднимают настроение как утром и вечером. А теперь лучше уберите своих детей от экранов, потому что сейчас мы будем увеличивать вам очко. А увеличить вам очко мы будем именно потому, что это третья часть видосов про организации концертов. И да, мы здесь будем заниматься конкретно расширением вот вашего анального отверстия, которое после двух выпусков про организацию концертов у вас явно еще недостаточно большое. Третья часть у нас посвящена работе в поле. И весь организационный день в принципе можно распределить как любой хороший сюжет, хорошей книги, либо хорошего фильма. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка и эпилог. И как и в любом хорошем сюжете у нас есть обязательно злодей и есть главный герой. Вот только вы как организатор здесь не являетесь ни тем, ни тем, потому что мы еще раз вспоминаем, что вы человек, который разрывает себе очко. Соответственно вашими главными героями в течение этого рабочего дня будут две категории людей. Ваши сотрудники и ваши музыканты. И начнем мы с музыкантов. Собственно я вам еще в первой части и во второй части обещал, что мы будем учиться искать музыкантов для наших концертов, для нашей организации какой-либо. Еще важная ремарочка, мы с вами сегодня разговариваем только про тот случай, когда мы занимаемся организацией концертов в пустом зале. А вдоль дороги мертвые с косами стоять и тишина. Про остальные случаи вам должно быть и так понятно, что практически все из нашего списка будет вылетать, потому что там будем работать в готовых клубах. Но вот в пустом, сука, зале с музыкантами нужно будет учиться работать. Как музыкантов найти? Очень часто я сталкиваюсь с такой позицией, по крайней мере у подписчиков, как и у молодых, так и у не очень молодых, что допустим в нашем городе ничего нет. Мы уже как-то об этом с вами говорили, о том, что ну не бывает такого, что в городе совсем ничего не было. Но допустим, мы точно так же с вами сделали ремарку и отступление на то, что у нас должно быть население хотя бы от 100 тысяч человек в нашем населенном пункте. Для того, чтобы плюс-минус понимать, что у нас в городе хоть что-то, но происходить будет. Вас там слишком много, чтобы на вас никто не захотел хоть как-нибудь заработать за счет сферы развлечений. И вообще всех, у кого есть деньги, всех в топку. Деньги же это зло, а мы вас от них избавим, а? Гений! Поэтому бары, клубы, какие-то небольшие концертные залы полюб... Бля, буду! Будут! Или нет, наверное, или лучше так, так. Блять, похуй, поебать! У меня тут стоит за кадром оператор Олег, он тут немножко вахует от того, что происходит. Ну да ладно, это лирическое отступление. Берем любой среднестатистический город от 100 тысяч человек населения. Ну давайте от 150, от 200 тысяч. Я здесь буду приводить разные скриншоты, собранные там из разных городов, например, по наличию каких-либо рок-баров, рок-клубов. Где-то, блять, по-любому у нас хоть что-то да найдется. Я вот очень хорошо помню разговор с одним молодым подписчиком, когда он такой говорит, типа... У нас в городе, ну вообще, я не знаю, где музыкантов искать. Я вот ищу себе группу, где поиграть. Я вот ничего не знаю, я не помню, из какого он города, к сожалению. Он такой пишет это все в телеге, типа, я не знаю, где это все найти, с кем играть, что, как играть. Я просто открыл гугл, вбил рок-бары города такого-то, просто скидываю ему ссылки с адресами, он такой, нихуя себе. А что, у нас такое в городе есть? Прикиньте, есть. И даже в нашем небольшом городе Северодвинске найти такие вот места непосредственно для посещения выступающих музыкантов, для посещения вами людьми, как непосредственно слушателями, найти можно. Да, их не очень много, и по иронии судьбы третья часть по организацию концертов снимается в тот момент, когда эта организация частично отказалась буквально до конца года. Но это уже другие причины, об этом мы с вами в четвертой, бля, части поговорим. Как факт, гугл, блядь, все еще доступен. Его пока от нас никто не прятал, но, собственно, в Яндексе или в Тугисе вы тоже это дело найти можете. Или в Дубльгисе. Как, блядь, кто правильно говорит, вот, пишите вот в комментариях. Знаем мы твои секс-наркотики, рок-н-ролл. Подорочил на баллайку и спать улегся. Я слежу. Ну и сейчас самое время нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и оставить комментарий о том, насколько сильно я не прав и о том, насколько сильно это никому не нужно. При этом почему-то у нас постоянно музыканты продолжают ныть о том, что выступать негде. Когнитивный диссонанс, блядь, у нас в этом мире существует, он есть. Продолжаем про рук-клубы в ваших городах, продолжаем про музыкантов в ваших городах. Соответственно, если у вас есть хоть какие-то места для посещения людьми, в которых выступают живые музыканты, соответственно, хоть как-то, хотя бы, ну чуть-чуть, у вас эта индустрия в городе, ну, присутствует. Соответственно, просто не ленимся и общаемся хотя бы с барменами. Бармены вообще святые люди, да? То есть ты приходишь такой в клубешник, подходишь конкретно к бармену, обязательно что-нибудь заказываешь и желательно что-нибудь подороже, чтобы бармену самому приятнее было тебя обслуживать. И тупо спрашиваешь у него, блядь, разговариваешь с ним вот этим вот непосредственно нашим человеческим механизмом общения о том, где у нас кто чего и как выступает. Если ты не в курсе, бармен стопудово знает, потому что он помимо своего заведения, где он работает, еще куда-нибудь доходит. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думаю, намного лучше это все будет. Узнаем, спрашиваем, выясняем, получается, все, проблем никаких нет. Если вы, блядь, интроверт, вам вообще это все неинтересно, я не понимаю, нахуя вы это смотрите. С музыкантами плюс-минус понимаем, да? Но, соответственно, у нас и всей этой кучи музыкантов, то есть мы можем насобирать по итогу информации, там, про 15, 20, может быть, групп, 30 групп в вашем городе. Это могут быть группы как с людьми очень большого возраста, так и совсем молодыми. Даже я в рот ебал мелких, в смысле, как аудиторию, помолчу. В разных жанрах, и вот что с этим делать, непонятно. Ты вот такой смотришь на эту огромную кучу людей и пытаешься для себя прикинуть, а как же нам их всех соединить непосредственно в одном мероприятии, допустим, если мы хотим выставить свою собственную группу, да, на выступление. Но мы же в одной ебало-то выступать не будем, мы же, кто мы вообще такие, чтобы давать сольные концерты, особенно если мы даже до этого не знали, что у нас есть рок-клубы в городе. Ну, бля, явно мы никто, да? Нам нужны кто-то еще. Нам нужны команды, которые мы будем брать с собой. То есть, как минимум, хотя бы еще 2-3 коллектива для устройства какого-то нормального такого мероприятия. Зал у нас уже есть. Мы еще с прошлого ролика с вами залом владеем, мы уже обо всем договорились, уже какой-то мы план составили, да, хоть как, хоть дата у нас, блядь, есть. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, предыдущий ролик, он максимально цензурный, там даже мата нет, вот иди туда. Вот подсказка где-то... Вот тут будет. Вот тут будет подсказка. Нам нужно разобраться с тематикой. У вашей команды по-любому есть какой-то жанр. Даже если вы так максимально пафосно считаете, что ваша музыка ни на что, блядь, не похожа, и никто никогда подобного не делал, а скорее всего вы при этом переигрываете, блядь, либо Кобейна, либо Цоя, нахуй. Простите, если я кого-то оскорбил, но обычно так и происходит. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ищем хотя бы смежный и похожий на наш жанр среди тех команд, которые мы отобрали до этого. Нашли такие, смогли подобрать. Замечательно. Если у нас таких команд уже 2 есть, то есть вы и еще 2, у нас уже мероприятие, блядь, получится. Мы уже как минимум 3-4 часа сможем развлекать людей и сможем играть для них музыку. Это и есть подбор тематики. Почему не стоит непосредственно собирать на одном мероприятии блэк-металистов и поп-панков? Я думаю, объяснять особо не надо. Но, допустим, для совсем у нас неразумных людей, которые очень любят такую штуку, как сборная солянка, поясняю. При составлении мероприятия, да, вначале мы еще говорили про то, что день организатора строится как очень хороший сюжет. Очень хороший сюжет мы также переносим и в контекст мероприятия. Соответственно, что у нас происходит, если у нас развитие сюжета никак не стыкуется с кульминацией сюжета, да? То есть у нас, допустим, группа попроще, группа поинтереснее, топовая группа и замыкающая группа. Если у нас топовые группы и будут блэк-металисты, которые умеют делать только... И больше ничего, то это уже как минимум будет очень странно стыковаться с очень бодрыми и веселыми поп-панками до этого. И у вас либо получится так, что люди, которые пришли на ваших блэк-металистов, просто ничего не будут делать, пока они не выйдут и поп-панки будут играть в пустой зал. Либо наоборот, поп-панки у вас отыграли, выходят блок-металисты и все остальные сваливают нахуй подальше. И дело не в том, что блэк-метал никому не нужен, а дело в том, что у вас люди между друг другом не стыкуются. Соответственно, вам нужно подобрать тематику. С этим мы разобрались, да, про сюжет мероприятия мы поговорим еще чуть дальше. В случае же с экспозицией рабочего дня как организатора, мы должны начать со сбора аппарата и перевозки его до места дислокации, где у нас он будет стоять. В прошлой части, да, я буду, блядь, часто отсылаться к своей прошлой части, мы говорили про набор персонала. Желательно, чтобы ваша команда, ваш персонал мог разделиться спокойно на две части. Первая часть, которая занимается непосредственно оборудованием, эта часть у нас команды работает со звукорежиссером, эта часть команды у нас занимается перевозкой аппарата, эта часть команды у нас занимается установкой этого самого аппарата на сцену. Вторая часть команды приходит в зал заранее и начинает его перестраивать под нужды вашего мероприятия. Никаких загвоздок не вижу. Коллектив дружелюбный, работа интересная, оплата по результатам. Что это значит? Мы когда приходим в концертный зал, допустим, пустой, вот какого-нибудь ДК, если там есть хоть какой-то танцпол, и нам вот повезло, он существует, блядь, в пространстве, нахуй. Скорее всего, он заставлен столами, и нам нужно эти самые столы разгрести и убрать. Нам нужно освободить столько места, чтобы нам было удобно непосредственно там располагать людей. Вообще контроль перемещения в зале людей зависит также как от организатора, так и от той части команды, которая этот самый зал перестраивает. Старайтесь сделать так, чтобы вы могли распределить людей ближе к сцене. У меня тоже не всегда это получается. И у вас, скорее всего, это тоже сразу не получится. Заранее себе нарисуйте карту вашего зала, заранее посчитайте количество столов и стульев, сразу же выкидывайте лишние столы и стулья куда-нибудь нахуй, чтобы они вам не мешали. Найдите адекватное место расположения для ваших музыкантов, если вам не дали гримерку. Если вам дали гримерку, то кто вы, блядь, такой, чтобы вам ее давать? Поняли, да? Вы никто особо. Я никто, вы никто, мы все с вами никто, нас с вами вообще не существует в этом мире. Разбираемся с расположением столов и смотрим, как у нас будет перемещаться народ. Если у нас, допустим, вход находится слева, бар через три пизды собаки находится справа, нам нужно сделать так, чтобы у нас часть людей могла свободно перемещаться вправо, а другая часть людей могла идти только прямо и никак нахуй по-другому, чтобы вот они пришли на ебаный танцпол и назад им было передвигаться сложно. Эй, подожди, я же еще не понял, что я там не понял. У нас группам нужны люди. В любом вашем живом выступлении теряется абсолютно какой-либо смысл, если перед вами нет людей. Я надеюсь, с этим все согласны. Я надеюсь, все музыканты, блядь, проходили через эту хуйню, когда ты такой приходишь повыступать на концерте, такой, блядь, ты уже отстроился у тебя по звуку, все пиздато, ты весь из себя такой охуенный, начинаешь играть, а в зале нахуй никого, все бухают в баре, потому что все кто? Правильно, все еще ни хрена не готовы к вашему выступлению. И если вы считаете, что это нельзя контролировать, то вы также не правы. Это контролируется за счет перестановки какой-либо мебели в зале. Но это делается еще для тех людей, кто накидался заранее. А таких будет очень много. Их всегда будет очень много, это другая боль, об этом поговорим вообще в четвертой части. О, нормально? И экспозиция нашего рабочего дня заканчивается конкретно на моменте привоза аппарата в зал. Дальше у нас начинается завязка нашего сюжета рабочего дня. Завязка нашего рабочего дня будет со... Блядь, как плохо, плохо, очень плохо. Вот, блядь, пизда нахуй язык просто, блядь, не работает. Завязка нашего организационного рабочего дня состоит как раз из постройки аппарата и начала и полного проведения саундчека для музыкантов. Сколько на это вам потребуется времени? Я лично не знаю. Но если, допустим, у нас по три по четыре команды, как показала практика четырех с лишним лет проведения мероприятий, для каждой команды максимум, максимум, блядь, независимости от сложности, независимости от количества музыкантов этой самой команде, полчаса. Саундчек для команды, полчаса. Чтобы непосредственно все участники музыкального коллектива успели выйти на сцену, расставить свою огромную кучу аппарата, которые они привезли с собой, будь то педали, процессоры, барабанные палочки, железо, малые барабаны, микрофоны, синтезаторы, ноутбуки, всю хуйню, что они любят с собой возить, чтобы они успели ее расставить, чтобы они успели ее подключить, чтобы звуковик успел на них несколько раз перематериться, чтобы звуковик успел их отстроить и поиграть одну-две песни. По-хорошему, ваш саундчек должен в себя вмещать максимальное количество используемых вами инструментов. Это не должно проходить так, что вы такие, вышли на саундчек, сыграли свою любимую песню вашей группы, да, которую вы знаете лучше всех, а в какой-то момент, нахуй на мероприятии, оказывается, что у вас есть еще, блядь, клавишник, второй вокалист нахуй, и еще, не знаю, три барабанщика за сцены стоят и пердят, и вы их выводите просто в какой-то момент на самом концерте, а на саундчеке об этом был, бля, никто не в курсе. Не надо так делать, пожалуйста. Поэтому на саундчеке с вашей командой выходите в максимальном составе и чекайте максимально всю группу сразу. Далее звуковик общий, если вот у вас своего нет, а звуковик конкретно общий на площадке, он сможет сделать звука поменьше, если вас, выступающих, меньше, но вот сделать звука побольше будет уже тяжело. Просто, опять же, будет не совсем понятно и не совсем известно, сколько вам потребуется там линейных подключений, сколько вам заранее нужно микрофонов. Вы можете 350 тысяч раз писать и составлять райдеры какие-то свои, но пока вы вживую конкретно все это не продемонстрируете, особенно если вы что-то забыли, а вы по-любому что-то забыли, оно так работать не будет. Поэтому чекаем команды в максимальном составе. Саундчеки команд, соответственно, должны происходить в обратном порядке от выступления. То есть команда, которая выступает у нас первой, чекается у нас последней. И на этом моменте мы резко вспоминаем, что мы организатор. Мы не звукорежиссер, мы организатор. Возвращаемся снова ко второй части и вспоминаем о таком нюансе, что мы распределяем задачи в своей команде. Не надо, блядь, пытаться сделать все и сразу в одно ебало это не получится. Я вам это как организатор говорю. Не получится. Ну, никак. Вы можете быть супер, блядь, эффективным человеком, в одно ебало у вас не выйдет нихуище, скорее всего, только хуже сделаете. Один за всех. Пошел нахуй. Вы организатор. Поэтому непосредственно всю задачу, связанную со звукорежиссурой, с саундчеком и со всем вот этим, с остановками аппарата, со звуком, со всей хуйней, вы туда даже лучше не лезьте в принципе. Главное, что вашему звукорежиссеру должно быть еще от вас известно количество команд, порядок саундчека, порядок, соответственно, их выступления и музыкальный набор. То есть набор музыкальных инструментов в максималочке. Почему? Опять же мы возвращаемся к тому, что проходить саундчек музыкальной группе нужно в максимальном составе. Ваша же организационная задача во время завязки сюжета прохождения мероприятия состоит в том, что вы проверяете уже конкретно контроль зала, то есть смотрите, что у вас происходит, проверяете наличие охраны или ее отсутствие охраны, лучше пусть приходят немножечко попозже, вам они заранее там особо ни к чему отсвечивать, хотя в принципе тут уже, конечно, решайте сами. Во время завязки также разберитесь, сколько вам потребуется там бутылочек каких-то воды, посмотрите, как работает бар, прикиньте, что у вас с гардеробом, есть он у вас или у вас его нет, распределите нормально столы, распределите, блядь, кассовую свою зону, вот все, вот этим занимайтесь, а звукорежиссурой пусть занимается ваш звукореж и та часть команды, которая как бы работает вместе с ним. Вспоминаем, да, что мы можем взять с собой целую команду работающих со звуком людей, а всю остальную команду, бытовую, назовем ее так, мелкого персонала, они работают с нами. Дальше по факту все очень просто, дальше у нас идет, наконец-то, развитие нашего сюжета, это начало концерта. И теперь говорим про составляющую непосредственно постановки и расположения групп. Вспоминаем, блядь, буквально несколько минут назад я вам говорил о том, что не нужно смешивать поп-панков и блок-металистов, да, вместе, это просто такой супер утрированный пример. Я к тому, что можете смешивать между собой смежные жанры, которые вот находятся друг с другом очень близко, у которых одинаковый смысл по текстам, у которых очень похожа друг на друга музыка. Вот их мы перемешиваем. Как мы выбираем последовательность выступающих групп? Мы можем быть, конечно, ебаным мудилой, да, ну, видите, организаторы же все мудилы, правильно? Правильно, ну, кто организатор? Мудак, блядь, правильно, правильно, да, потому что что? Потому что пидорас-организатор поставил нас выступать первыми в пустой зал, блядь. А то, что вы сами играть нихуя не умеете. Спокойствие, покойствие, все нормально. Порядок выступающих групп мы непосредственно определяем самостоятельно, да, это, к сожалению, вкусовщина. Если вы определили этот самый порядок, блядь, не надо его менять во время мероприятия, потому что, скорее всего, тот порядок, который вы определили, под него уже плюс-минус все подстроено. Соответственно, мы делаем таким образом. Команды, которые мы выбрали, отбираем далее по видосам, которые они нам дают, или которые у нас есть возможность посмотреть, или если мы можем сходить к ним на репетицию еще задолго заранее, нахуй, до концерта, пиздуем, бля, пешком к ним на репетицию, чтобы посмотреть, что вообще они себя вживую представляют. Потому что нет абсолютно никакого смысла максимально подвижную, веселую команду ставить первыми, нахуй. Почему? Потому что у них хорошо отработанная подача. Они будут классно взаимодействовать с аудиторией, которая будет уже находиться в зале, которая уже будет плюс-минус раскочегаренная, которая будет уже плюс-минус пьяненькая у нас, да, то есть они будут с ними хорошо контактировать. А ребята, которые просто стоят на сцене, как столбы вот так вот стоят, блядь, и чешут там, что-то в микрофончике, поют себе там, блядь. Они не умеют работать с аудиторией, и, соответственно, они могут начинать привлекать внимание этой самой аудитории, чтобы аудитория у нас от столиков перемещалась все-таки в сторону сцены. Либо для того, чтобы надавать музыкантам поебалу, но, скорее всего, для того, чтобы все-таки послушать, что они там из себя изображают. А для кульминационного момента нам нужно выбрать лучшую группу по вашему мнению. Но, скорее всего, эта группа будет не просто там субъективно лучшей по музыке или больше всех вам нравится непосредственно. Нет. Это должна быть группа, собирающая вашу основную аудиторию. То есть самая большая и крупная, самая известная группа среди ваших выступающих. Это не обязательно могут быть звезды первой, второй или третьей величины, или звезды взятые там откуда-то из подполья, из канавы вытащенные. Нет. То есть группа с максимальным медиа-охватом, с самыми активными социальными сетями, с наличием наибольшего количества качественных аудиозаписей, с наличием, соответственно, качественных видеозаписей. И, скорее всего, эта группа будет гонорарной. Да, этим ребятам нам нужно будет заплатить денежкой, а не просто их там покормить, напоить и сказать им «Ой, бля, ебать, вы молодцы, пиздец». Нет. Им надо будет, скорее всего, дать денежку. Это тоже нормально, люди зарабатывают, люди продвигаются, люди работают, люди очень много вкладывают в свое детище, в свое творчество. И вот они должны стоять на кульминационном месте. Это очевидно, это понятно, это логично, это все нормально. Я думаю, что ни у кого с этим вопросом возникать не должно. Если вы, как начинающий организатор, ставите гонорарную группу на первое место, будьте готовы к тому, что после того, как они отыграют, вся ваша публика съебется нахуй, и все остальные команды будут им не нужны. Это тоже вполне себе нормально. Это тоже логично, это очевидно. Да, я надеюсь, блядь, объяснять более подробно не надо. В самой невыгодной позиции, ну не то, чтобы в самой невыгодной позиции, а, пожалуй, в самой такой странной позиции находится группа «Замыкающая». Есть такое поверье у нас почему-то до сих пор среди какой-то части музыкантов, что у нас последняя группа — это хедлайнеры, ебать, что у нас ради последней группы все, блядь, и приходят, и все ждут. Ребят, если ваше мероприятие длится 4-5 часов, и вы ставите самую крутую топовую группу последними, то есть на 4-5 час непосредственно вашего мероприятия, к этому времени люди уже настолько сильно устанут и захотят идти по домам, потому что, скорее всего, ваше мероприятие будет начинаться в 6 часов, в 7 часов вечера, то есть в 11-12 ночи практически все взрослые люди по типу «меня хотят, сука, спать». Либо уже бухать где-то в других местах, где не так громко. Поэтому у замыкающей группы задача такая, чтобы людей успокоить. Это тоже нормально. То есть среди ваших команд, которые у вас выступают, вы выбираете команду, которая, во-первых, ну, так же у нас хорошо подходит и смежная по жанрам, но у которой будет чуть меньший состав музыкантов, чтобы с ними было проще взаимодействовать в плане их подключения и переключения, чтобы у них песен было легких, ну, не то чтобы легких, а относительно легких всего остального ваше мероприятие тоже немножечко побольше, чтобы они могли аудиторию успокоить, чтобы ваша аудитория уходила с вашего концерта не «как ебать, бешеные ВДВшники, нахуй», а нормально удовлетворенные музыкой люди. Тем более, что, скорее всего, получится так, что на замыкающей группе народа будет поменьше. Поэтому тоже ничего страшного нет. В любой замыкающей группе нужно быть к этому готовым заранее быть, естественно, и, скорее всего, замыкающая группа будет тоже не самого такого последнего эшелона, условного, блядь, эшелона относительно вашей области или вашего города. То есть, если у нас в кульминационном месте стоит группа, ну, бля, ну, в натуре топовая, то есть вот прям вот, которую точно знают, которые подпевают песню, которые там есть мерчендайз, которые могут притащить, блядь, какой он плакат огромный, там, начать хлопушки взрывать и вот это вот все, то вот замыкающая группа, группа не начинающая точно, то есть не ребята, которых вы взяли только что из гаража и дернули, а ребята, которые уже и по области покатались, может, по стране покатались, но еще не имеют такой большой медийной мощности. Однако, скорее всего, где-то через год, может, через два, а может быть и раньше, тут зависит уже непосредственно от самой этой группы, скорее всего, у этой группы потом позиция в ваших мероприятиях поменяется, если вы останетесь все так же организатором. То есть они из такой замыкающей группы встанут либо уже в развитие сюжета, либо в кульминацию, то есть уже будут поддавать таких нормальных мощей. Я думаю, что это тоже логично, понятно и вопросов ни у кого возникать не должно. Мощно ты так текст выдаешь. Слушай, прям хорошо, хорошо пишется. Чем же у нас все это время занимается организатор конкретно? То есть у нас вот, да, наши выступающие команды, они вот разогревают, потом у нас кульминация, потом у нас развязочка, то есть подходим к концу. Организатор в это время занимается по-хорошему ничем, потому что организатор уже все к этому времени подготовил, и организатор уже просто все должно работать, и вы можете либо просидеть на кассе, либо непосредственно посидеть в зале, посмотреть за работой фотографов, видеографов, посмотреть за работой ваших кассиров, посмотреть за работой гардеробщиков, посмотреть за работой бара, посмотреть за работой охраны. Короче, контролем занимаемся, да, то есть это у нас и есть такое внешнее ничем. Мы занимаемся контролем. Мы непосредственно считаем денежки, это нормально, это адекватно, потому что, скорее всего, потратили мы тоже очень дохера. Мы считаем людей, мы разбираемся с конфликтными ситуациями, если они вдруг возникают, Если у нас возникает сильная конфликтная ситуация, то мы вместе с охраной берем и выкидываем за шкирку всех ненужных нам людей оттуда, из зала в смысле. Но больше всего мы наблюдаем, больше всего мы наблюдаем за реакцией зала, как они у нас ведут себя во время выступления каких-либо команд. Плюс опять же, не забывайте такой маленький нюанс. Если вы все-таки работаете в пустом зале, да, как бы у нас было в завершении, блядь, второй части, очередная ссылка, вот, блядь, вторую часть, ну посмотри ты, блядь, не поленись нахуй. Если мы все-таки занимаемся работой в муниципальном каком-то зале, нам за порядком нужно следить просто ебать как. Естественно, нужно наблюдать за тем, чтобы у нас в какой-то момент не привалила к нам та самая администрация муниципального образования, в котором мы с вами работаем на данный момент. Но по-хорошему, если у вас адекватно все с охраной, если у вас все адекватно с людьми и у вас все нормально перекрыто от общего здания, вот, этого большого дворца культуры, в котором вы работаете, в том дворце культуры, в котором в основном занимаюсь организацией я, там все перекрывается, то есть можно спокойно закрыться, использовать чисто задний выход и все хорошо. Ничего у вас не произойдет страшного, плюс, опять же, если у вас достаточно охраны, а на зал, в котором набивается примерно там 200 человек, достаточно 3-4 человек охраны, больше реально не надо, вот, как-то вот показала также практика, что даже на самых бешеных мероприятиях, где происходит лютейший слэп, где выпивается алкоголь центнерами, что можно, можно просто завозить... А, нет, блядь, как это слово-то нахуй? Только что вспомнил слово, опять его забыл. Цистерны, где алкоголь выпивается цистернами нахуй! Больше 4-х человек нам особо ни к чему, потому что обычно, когда люди находятся в состоянии такого бешеного потока, под очень хорошую, клевую музыку, которую вы подобрали заранее, они создают минимальное количество конфликтных ситуаций, потому что они отдыхают, они взрослые, нормальные, адекватные люди. Да, прикиньте, блядь, рокеры, вот эти вот все бешеные нахуй, с пузяками, с бородяками такие, блядь, бесящиеся у нас на танцполе, скорее всего, адекватные, нормальные люди, которые в обычной жизни занимаются тем, что либо работают в офисе, либо на заводе, либо точно так же со своими друзьями периодически играют какую-то музыку. То, что на ваши мероприятия по рок-музыке будет ходить очень много музыкантов, конкретно вот даже как посетителей, это тоже нормально. И желательно, желательно на будущее для ваших же, блядь, мероприятий познакомиться с этими самыми музыкантами, но, скорее всего, они будут подходить к вам сами, потому что хороший организатор, он тоже нарасхват. И если непосредственно музыканты вот целой группы собрались на вашем мероприятии и подходят к вам познакомиться, ну не шлите вы их нахуй сразу же, пожалуйста, вот познакомьтесь с ними, добавьте их в друзья к себе ВКонтакте и потом уже пообщайтесь, разберетесь, надо оно вам или не надо оно вам. И вот, наконец-то, весь алкоголь выпит. Наконец-то у нас последняя замыкающая команда выступила. Наконец-то мы разогнали всех людей, чтобы нам никто не мешал. У нас наша простая маленькая линейная часть команды, которая до этого занималась установкой столов, занимается тем, чтобы навести хотя бы базовый простой порядок. Уборщиц я вам, кстати, рекомендую нанимать заранее, либо клининг какой-нибудь нанимать заранее. Бля, просто чтобы вот руки себе не угваздывать лишний раз. Наймите себе клининг, но хотя бы базовый порядок в зале наведите. Что мы делаем дальше? То есть как у нас проходит этот самый пилок? Собираем аппарат и развозим его домой. Все, закончили нахуй, ничего не должно остаться в том самом муниципальном зале, в котором мы работали. И как видим... Порядок, отсутствие мусора, расставленные столы лучше обратно нахуй в ту позицию, в которой они и стояли. И вывозим весь аппарат по максимуму, который мы привезли до этого. И сейчас будет небольшое отступление по поводу аппарата, который вы будете использовать на своих мероприятиях. Который раз за ролик я скажу про вторую часть. Бля, я уже не помню, я понимаю, что я вас всех заколебал с этим, но... В случае со второй частью мы вот нанимали себе звукорежа, у которого должен быть свой аппарат непосредственно, да? То есть мы нанимаем себе прокатную контору, либо там прокатную группу, либо какого-то просто одного звукорежа и добавляем ему из остальных мелких линейных техников. Ну, чтобы они привезли все это оборудование, которое у нас будет стоять на сцене. Мониторная линия, порталы непосредственно, там барабанная установка, комбики или усилители с кабинетами. Это все по-хорошему должно быть у звукорежа, которого вы нанимаете. Но может произойти маленькая такая ситуация. Может произойти такое, что вы у вашего прокатчика, скорее всего, не одни. И есть всегда вероятность, что в день проведения мероприятия, когда вы будете его делать, какой-нибудь еще клиент просто захочет взять у вашего прокатчика какой-то аппарат. Это может быть как сценический аппарат по типу гитарных кабинетов и усилителей, так и может быть линейный аппарат. Но, скорее всего, линейный аппарат ваш прокатчик оставит для вас. А вот какой-нибудь гитарный кабинет или басовый кабинет могут забрать на другое мероприятие. Причем внезапно. И почему прокатчик таки отдаст этот аппарат? Потому что прокатчик захочет еще немножко заработать денег. И в этом ничего страшного нет. Поэтому, исключительно поэтому, у меня здесь на базе стоит два гитарных усилителя, два гитарных кабинета, басовый усилок и басовый кабинет. Потому что в случае с моими мероприятиями, весь сценический аппарат, который вот еще называется бэклайном, он едет с моей репетиционной базы. Казалось бы, можно было бы сэкономить и взять в аренду у кого-то еще. У нас в городе не только у меня есть кабинеты, их довольно много в целом, кабинетов и усилков. Можно найти, можно по разной стоимости, в разном состоянии, разного производителя и вот это все. Но вы заебетесь постоянно брать в аренду еще и учитывая форс-мажоры. Поэтому проще и, как бы ни парадоксально это не звучало, и дешевле обзаводиться собственным аппаратом и закупаться им, соответственно. Причем по минималке, как и в случае с репетиционными базами, я рассказывал. Транзисторный усилок, вот в моем случае 150 ватт и вот тот еще на 100 ватт. Два кабинета 4 на 12, потому что сцена у нас достаточно большая, этот на 200 ватт, тот на 120. И 400 ваттный кабинет басовый на 4 динамика по 10 дюймов. То есть ездят у меня два кабинета этих, один кабинет этот. Ну и еще барабанная установка, ну барабанная установка ездит, ну просто потому что. Готовимся к форс-мажорам и таким, что у нас просто могут какой-то аппарат взять у нашего прокатчика. И лучше бы, чтобы у нас тоже хотя бы, ну хотя бы что-то было. В целом мы можем владеть даже 12 дюймовым гитарным комбиком, двумя, и там одним басовым комбиком там на 15 дюймов. Это хоть какой-то минимальный бэклайн, чтобы у нас просто был на всякий сука случай. Ну и в завершение немножко поговорим о цифрах, но не о тех цифрах, о которых вы хотели бы поговорить, а конкретно о стоимости мероприятиях. А о цифрах времени, сколько у нас потребуется на проведение подобного вот концерт с выступающими, допустим, четырьмя командами. В моем, по крайней мере, случае организации мероприятий это происходит каким образом? В 12 в час у меня часть команды собирается на репетиционной базе, и также в 12 в час сейчас команды собирается у моего дома. Примерно к двум часам дня мы все находимся уже на локации, где будет проходить мероприятие. Примерно к пяти часам уже все построено, весь аппарат расставлен, и уже в полпятого пришли музыканты, и в пять, соответственно, начинается саундчек. На четыре группы саундчек длится примерно два часа, как раз по полчаса на каждую команду. Далее начало концерта обязательно сдвигается на полчаса, потому что к семи вечера, к установленному началу, люди даже прийти нормально не успевают. Но в половину восьмого концерт начинается, и каждой команде дается примерно по 45 минут на выступление с перерывами между командами по 10 минут. Итого, суммарно мы заканчиваем где-то к полуночи, то есть либо к половине двенадцатого, либо в двенадцать ночи мы заканчиваем. К часу ночи мы уже аппарат собрали, а вывезли мы его только на следующий день, потому что вывозить его день в день как минимум неудобно, потому что все уставшие и все заебавшиеся максимально к этому моменту. Казалось бы, я вам в какой-то части ролика сказал, что организатор по сути своей ничем не занимается, да, особенно в течение своего мероприятия, но только вы учитываете, что вы весь день будете находиться на ногах. То есть примерно с 12 дня, даже с 11-10, если вы еще хотя бы занимаетесь хоть каким-то минимальным уходом за собой и приводите себя в порядок перед тем, как выйти на работу, но примерно с 12 часов дня и до часу ночи вы на ногах. При этом на ногах постоянно, то есть вы стоите, вы ходите, вы бегаете, вы еще и на всех орете, не забывайте на всех орать, это обязательно, ну ладно, это шутка. Хотя какая нахуй шутка, потому что очко ваше реально будет увеличиваться по экспоненте. Потому что в форс-мажоры обязательно кто-то что-то забудет, по-любому какая-то команда не выставит часть своего райдера. Стопудово такое произойдет, прям, бля, к гадалке не ходи, по-любому что-то обязательно где-то произойдет. Либо опоздает ведущий, либо опоздает охрана, но благо у меня такого еще ни разу не было. Но вот музыканты опоздать очень даже любят, несмотря на то, что вы, казалось бы, им очень строго, блядь, в вашем организационном сообщении сказали, во сколько им нахуй надо приехать. Это нормально. Как раз из всех этих вот мелочей, которые будут происходить в течение рабочего дня, даже идеально заранее выстроенного вами сюжета, из этого и строится ваш организационный рабочий день в поле. И ради этого одного дня переживания постоянного потока эмоций, и стоит заниматься всей этой организацией. Вы примерно месяц или два готовитесь конкретно к тому, чтобы отработать, сука, тупо один ебаный день. И все. И когда мероприятие закончится, по-хорошему вам нужно будет погружаться в подготовительный ад следующего мероприятия. И на этом, пожалуй, мы будем даже с вами завязывать, потому что сейчас мой организационный день представляет из себя то, что мы вот уже некоторое время, наверное, час мы тут с Олегом, да, снимаем ролик. Примерно так. Да, не весело, да, очень много мата, но что поделать? Поверьте, блядь, пожалуйста, нахуй моему вот, хоть и не очень большому, но опыту. Если вы возьметесь за организацию концертов даже чисто для своей группы, а не только для областного какого-то масштаба, вы заебетесь. Вы заебетесь, блядь, по максимуму. И не зря я просто шучу про увеличение, блядь, очка по экспоненте, потому что так происходить и будет. Вас будет бомбить, вы будете орать, вы будете постоянно не понимать, какого хуя вокруг вас происходит. Но когда само мероприятие наступит и оно закончится, вы поймете нахуя. И зачем вы все это делаете? Потому что количество положительных эмоций все равно перевесит. Всем большое спасибо за внимание, я надеюсь, что вы подписались на канал, поставили лайк и написали комментарии от пяти слов и более. Ну и подождем с вами как-нибудь еще потом. Да, надеюсь, наверное.